Возле Читинской соборной мечети с 7 утра не протолкнуться. Вся улица заставлена машинами, а внутри и вовсе яблоку негде упасть. Почти 2000 верующих пришли послушать праздничную проповедь и совершить намаз. Первый заместитель муфтия Забайкальского края Динар Хазрат не скрывает радости. Единоверцев становится все больше. В своей проповеди он до каждого стремится донести ислам, религия добра, а не насилие. Мы призывали наших Единоверцев, чтобы они в обязательном порядке соблюдали заветы нашего Бога, которые прописаны в нашей священной книге, в нашем Коране, чтобы они не совершали грехов. Также призывали к миру и добру. Постоянно наш муфтий говорит, что эта группировка никакого отношения к нашей религии не имеет, хотя она себя называет как бы «исламское государство». Обязательная часть праздника Курбан-Байрам – принесение ритуальной жертвы, чаще всего баранам. По мусульманским традициям, с каждой каплей крови умерщвленного животного человек упрощаются все его грехи. А из мяса барашков тут же готовятся вкуснейшие национальные блюда. Угоститься ими прямо в соборной мечети могли сегодня и прихожане, и все желающие. Мы уже очень жаждемся, мы ждем вот это жертвенная барашка, они делают плов, шурпа, это называется угощение. Это очень вкусно. В мечеть Исраил пришел сегодня с сыном Мухаммедом. Ради этого ребенка даже отпросили с занятий. В школе, говорит счастливый отец, отнеслись с пониманием. Ведь подросток не прогуливает занятия, а учится хорошему. Это очень радует, каждый год больше и больше. И это нас объединяет, это нас учит лучше. Хорошему это в том числе и щедрость. И на милость у них мусульмане сегодня явно не скупились. Щедро жертвовали и на окончание ремонта мечети. Ожидается, что работы по ее восстановлению завершатся уже к ноябрю. Мария Машанова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ.